Маленькая батарейка, большие проблемы. Мусорная реформа в республике продолжается, но вопрос с отдельным сбором опасных отходов, в частности отработанных батареек и аккумуляторов, по-прежнему остается открытым. Подробнее о проблеме в нашем сюжете. Ежегодно одна российская семья выбрасывает примерно 9 отработанных батареек. Каждый из них при попадании в почву может навсегда отравить 20 квадратных метров земли и 40 литров воды. Сегодня сбором опасных отходов Чувашии занимаются на добровольных началах. В республике четвертый раз проходит акция «Сделаем вместе», в рамках которой самодельные экобоксы можно увидеть во многих организациях и школах республики. Наша школа тоже приняла участие в республиканском движении «Эколидеры» и собрала более 500 килограмм батареек. Также жители нашего микрорайона принимают участие в сборе батареек. В течение всего года они собирают их и приносят нам. Собранные батарейки передают на утилизацию. Этим также занимаются волонтеры и меценаты, которые из личных средств оплачивают транспортировку и утилизацию опасных отходов на специализированных заводах. Но не все сознательно подходят к раздельному сбору батареек. Большая их часть по-прежнему выбрасывается с обычным мусором и попадает на полигон. Так выглядит экобокс – специальный контейнер для сбора опасных отходов, в данном случае батареек. Мы спросили у горожан, как они утилизируют батарейки и как относятся к установке таких вот контейнеров в городе. Молодцы, конечно. Будут контейнеры стоять, будем сдавать. Только за, только за. Хотя бы один микрорайон. Один бы ставили микрорайон. Мне кажется, это замечательно. Это экология, это защита нашей окружающей среды, нашей планеты. И мне кажется, это должно быть как можно больше, потому что не все люди сознательно, не все будут это все нести куда-то далеко. А если это будет хотя бы в дворе или в подъезде, наверное, мы больше поможем нашей природе. То есть для такого опасного, как лампы старые, батарейки, неплохо было бы иметь отдельный контейнер под рукой. Мы будем пользоваться. Решение проблемы экологи видят в установке таких экобоксов на территории каждой управляющей компании. Есть такой документ. Это постановление правительства номер 290, согласно которого в перечень минимальных требований к содержанию общедомового имущества входит как раз таки и сбор этих самых отработанных батареек. И управляющие компании должны их осуществлять, эту работу. И, соответственно, потом уже передавать организациям, которые имеют лицензию на работу с этими опасными отходами. Несмотря на всю опасность для окружающей среды, батарейки – простейший товар для переработки. Соли цветных металлов, которые содержатся в них, в 80% используются для производства новых элементов питания. Заводов, которые могут выдарить батарейкам и аккумуляторам вторую жизнь, в России два – в Ярославле и Челябинске.